Всем хорошего настроения! Сегодня опять подборка часов от компании MacGear. Давайте будем смотреть. Отставляем вот эти в сторону и начинаем с данной модели часов. Все часы компании MacGear упаковываются вот в такой коробке. То есть вот картон плюс более плотный картон. И походит в подарочный вариант. Потом инструкция. Она стандартная на все часы компании MacGear. Так, здесь есть русский язык. И вот она, первая модель часов компании MacGear. Так, ремешок здесь из кожзама. Но все ремешки компании MacGear мне в принципе нравятся и сделаны качественно, прошиты аккуратно. Претензий в принципе у меня нет. Довольно неплохого качества. Как вот дешевый вариант замены кожи, вполне неплохо. И смотрится, и качество отличное. И на руке хорошо лежат. Пряшка покрашена в цвет корпуса часов. Есть название компании MacGear. Сделано в принципе аккуратно. Вот здесь вы можете видеть номер модели. Все модели я укажу в описании к этому видео. Их номера. Но вот есть указаны и на задней крышке часов. Также есть голограмма, которая свидетельствует о том, что часы прошли проверку. И указано, что часы водонепроницаемые. Но это водозащита. Вот так, наверное, правильно будет. Она идет 3 атмосфера. Показываю вам качество полировки. И смотрите на циферблат. Максимально близко. Как по мне, сделано неплохо. Но решать вам. Так, дальше. Из функционала. Что здесь есть? Чтобы установить время, вынимаем полностью замок. Достаточно удобно. Цепкий замок. И вынимается очень просто. Устанавливаем нужное время. Например, вот так. Теперь вынимаем наполовину замок. Вернее, это не половина. Одну секунду. Вот половина. Устанавливаем дату. И есть у нас здесь секундомер. Запускается секундомер вот этой клавиши. Так, не пошел. Пошел. Клавишу нужно нажать хорошо. Достаточно тугие кнопки. Но, возможно, это хорошо, чтобы вода не проникала внутрь часов. Останавливается также вот этой клавиши. И обнуляется вот этой. Давайте еще раз попробуем. Запускаем. Останавливаем. Обнуляем. Вот так работает секундомер. Ну и давайте посмотрим на руке часы. Так, уберу свой. Минвент. И смотрим. Стекло здесь, кстати, ровное. Ну и вот так на руке. Как по мне, довольно неплохо. Ближе. Стороны. Ну вот как-то так. А теперь давайте покажу еще размер этих часов. Толщина. Диаметр. Диаметр. Ремешок. И вот ухо к уху. И вес. Так, 74 грамма. Ну вот такая первая модель от компании Мангер. Смотрим вторую модель. Та же коробка. Та же комплектация. Та же инструкция. Только другие часы. Так, коробки убираем. Ремешок. Так же хорошего качества. Аккуратно прошит. Все сделано аккуратно. И в принципе мне ремешки компании Мангер, повторяюсь, очень нравятся. Очень похожи на натуральную кожу. Но я думаю, это просто качественный кожзам. Пряжка. И давайте покажу вам номер модели. 2110. Те же надписи. Также прошли проверку часы. А теперь смотрим на циферблат. Нет, еще покажу вам полировку. Качество полировки. Теперь циферблат. Сматривайтесь, найдете ли каких-то недостатков. Но в принципе я смотрел. Вроде бы все аккуратно сделано. И что касается функционала. Здесь есть секундомер. И есть формат времени 24 вот здесь. А также есть светонакопитель на стрелках и на делениях. Так, запускается секундомер вот этой клавишей. Здесь нет доли секунд. Есть только секунды. Вот эта стрелка. И остановить секундомер вот этой клавишей. А вот эта клавиша обнуляет. Ну вот, что касается настроек. Все. Еще можно установить, конечно же, дату. Вот здесь она. И время. Теперь давайте посмотрим часы на руке. Мне в принципе так же нравится. Нравится то, что они не толстые, аккуратные. И на руке смотрится аккуратно. У меня небольшая рука. В принципе, мне нравится. Так, и теперь габариты часов. Толщина. Диаметр. Ширина ремешка. И от уха к уху. Теперь вес. 75 грамм. Вот такая модель часов от компании Магир. Смотрим. Следующая модель. Все тоже. Коробка та же. Инструкция та же. И вот такая модель часов. Ремешок. Так же хорошего качества. Вот этот цвет мне нравится. Ремешка. И в принципе, качество этого ремешка нравится. Вот я даже сказал бы, что это кожа. Но понимаю, что кожаный ремешок стоит так же, как эти часы. Поэтому, скорее всего, это кожзам. Но сделан реально круто. Молодцы. Молодцы. Компания Магир, что делают хорошие ремешки к своим часам. Бывает такое, что часы хорошие, а ремешок вот такой откровенный, дермантин. И очень некачественно смотрится. Тогда вот нужно искать, подбирать ремешок. Часы лежат, а вы ищите ремешок. А так можно носить вот с помощью линеи с этим ремешком. И одновременно искать, если есть желание, другой ремешок. Например, из натуральной кожи. Так, пряжка. Номер модели. И все те же надписи. Проверку прошли часы. Теперь полировка. Качество полировки. И циферблат. Такой необычный циферблат. Так, максимально близко. И что касается настроек, здесь есть... Кстати, все часы компании Магир поддерживают калибровку. То есть, вот видите, сейчас стрелка секундомера, вот эта, не на нуле. Чтобы установить ее на ноль, просто вынимаем полностью замок и нажимаем вот эту клавишу. Так осуществляется калибровка секундомера. По секундамеру. Это даже не секунда, это доли секунд. Вот так. И, соответственно, можно установить время. Потом первое положение замка, это дата. Вот она. И секундомер запускается вот этой клавишей, доли секунды, секунды, минуты. Остановить секундомер вот этой. И обнуляем вот этой. Кстати, калибровка минутной, вернее, секундной и минутной стрелки также здесь есть. Вот этой клавишей осуществляется калибровка секундомера. Вот такие часы. Давайте еще покажу вам на руке. Очень понравился вот этот ремешок. Он, кстати, немного жестче, чем предыдущие. Предыдущие они как-то мягче и аккуратнее, вернее, удобнее на руке были. Но этот мне нравится больше. Я думаю, он со временем тоже будет такой же. То есть разносить можно этот ремешок. Ну, вот такие часы. Очень нравятся мне часы этой компании. Не знаю. Есть и другие, конечно. Вот недавно у меня был бренд Naviforce. На обзоре там также есть много интересных моделей. Не так много, как в MacGear, но тоже неплохой бренд. Так, толщина. Диаметр. Ширина ремешка. И от уха к уху. Так, а также вес часов. 95 грамм. Ну, еще вот такая модель. Кстати, все модели часов, которые я показывал и которые сейчас еще буду показывать, они есть в разных цветах. То есть, если вам не нравится такой ремешок, такой цвет корпуса или циферблата, смотрите, есть много разных вариантов. Я просто показываю те, которые мне показались самые интересные, когда я выбирал. Но вам может понравиться совсем другая модель. Вернее, цвет. А также очень много разных моделей часов в компании MacGear. У меня на канале, я не знаю, несколько, наверное, несколько десятков, возможно, даже есть. На обзоре часов. Точно более десятка. А в магазине компании MacGear очень и очень много. Так, вот такая еще спортивная модель. Она идет уже с ремешком из силикона какого-то. Очень мягкий, мягкий силикон. Пряжка металлическая. Черный цвет покрашена. Так, здесь у нас номер модели. И все те же надписи и голограмма, свидетельствующие о проходе этими часами проверки. А также глянцевая покраска такая, полировка. Вот интересные такие кнопки сделали. Мне понравилась эта модель и дизайн. А также я сначала посмотрел вот эти, не знаю, видно ли вам эти риски на безеле. Подумал, что вот здесь глянцевая покраска, а здесь какой-то брак. Но нет, это не брак, это такой дизайн. Я даже видел на фотографии есть эти риски. Кстати, безель здесь не крутится. Смотрите на циферблат, оригинальный такой, необычный. На стрелках и на отделениях есть светонакопитель. Так, установить время. Вынимаем полностью замок. Устанавливаем нужное время. Теперь первое положение. Устанавливаем дату, она вот здесь. И есть у нас секундомер. Запускается вот этой клавишей. Вот здесь секунды, а вот здесь минуты. А вот это время в формате 24 показывает, вот этот циферблат. Остановить секундомер также вот этой клавишей, обнуляется вот этой. Также есть возможность калибровки секундомера здесь. Конечно же, очень удобны часы, поскольку здесь силиконовый мягкий ремешок. И у силикона есть свои преимущества. Он не набирает влагу. Если, например, кто-то там плавает в часах, хотя я не рекомендую плавать в этих часах. Но я знаю, вот читал отзывы, что многие плавают в часах. Хотя сам производитель не рекомендует этого делать. Три этих атмосферы, водозащиты, это слишком мало. Ну вот такой еще вариант часов. В принципе, мне он также понравился. Еще показываю вам габариты. Толщина. Диаметр. Ремешок. Где-то так. Потуха к уху. И вес. 105 грамм. Вот еще такая модель часов от компании МакГир. Всем спасибо за просмотр данной распаковки. Если будут какие-то вопросы, пожелания, спрашивайте. Все комментарии читаю. И стараюсь как можно быстрее отвечать. Много есть моделей часов на обзоре у меня на канале. Поэтому переходите, смотрите и другие обзоры часов МакГир. Всем спасибо. До свидания.